Вот интересно, могла бы моя героиня стать тем, кем сейчас является? Если бы не тот день, не тот урок Малой Академии при Северо-Восточном Федеральном Университете, который и предопределил ее будущую профессию. Ее интерес к жизни, ее любовь к работе, постоянные поиски новых знаний, думаю, вдохновят каждого. Сегодня мы посмотрим фотоальбом молодой, яркой, влюбленной в свою профессию девушки, которая ежедневно ищет новые грани развития. Знакомьтесь, врач-ортодонт, преподаватель Медицинского института Северо-Восточного Федерального Университета Ксения Пиксайкина. Ксения, здравствуйте. Здравствуйте. Очень рада видеть вас на площадке передачи фотоальбом. Несмотря на молодой возраст, вижу, фотоальбом тоже внушительный, большой. Несмотря на то, что сейчас современное общество, молодежь все хранит в гаджетах, телефоны, социальные сети, в твоем случае, я вижу, ты распечатываешь. Да, люблю фотографии и не совсем доверяю цифровым носителям, потому что считаю, что лучше наблюдать, чем через какое-то время включать свой компьютер и пересматривать фотографии. Все-таки так ты видишь, ты чувствуешь, ты ощущаешь, и это тепло, хорошо и всегда приятно. Ну, давай откроем твой фотоальбом и вернемся к началу, к твоему рождению. Все-таки детство – это самое прекрасное время, долгожданный ли ты ребенок? Расскажи о своей семье. Ну, все начинается всегда с мамы. Это самый первый человек, которого ты видишь на этой планете, который тебе говорит самые первые приятные слова – это моя мамочка. Прекрасная Наталья, Наталья Семеновна. Спасибо ей за то, что она все время меня поддерживает, помогает. В самой трудной ситуации она всегда со мной. Ну и, конечно же, это мой папа, защитник отечества, Геннадий Яковлевич Пиксайкин. Ага, ты выбрала лучше своих родителей, как я вижу. Надеюсь. Прямо и похуже и на маму, и на папу одновременно. Вот. Ну, здесь как бы это я маленькая, папа с мамой. Традиционная фотография в парке культуры и отдыха. Конечно, конечно. Одна из самых любимых фотографий. Вот. И на самом деле папа с мамой ждали мальчика. Появилась я. Вот откуда у тебя характер такой. Ну, возможно. Возможно, я и поэтому и стоматолог. Угу. Вот. Вот расскажи, какой ты была в детстве. В детстве я была, несмотря на то, что как бы вроде и мальчик ожидался, ну, видимо, любовь мамы и папы все-таки как бы изнеживала меня чуть-чуть. Вот. И я была достаточно таким скромным ребенком. То есть я не было такого, чтобы я там куда-то там с мальчишками там бегала, игралась. То есть я в основном там с девочками, какие-то домашние игры, что-то такое. Прям такая вся домашняя девочка. Вот. Но со временем я поняла, что одного этого недостаточно. Нужно воспитывать в себе что-то такое, наверное, все-таки какое-то мужское начало, чтобы отстаивать свою точку зрения. То есть скромностью в этом мире, ну, мало чего можно добиться. То есть нужно уметь добиваться своих целей. Вот. Поэтому я, ну, сталкиваясь с возрастом, с какими-то определенными трудностями, я стала, ну, воспитывать в себе такую строгость, наверное, где-то. Угу. Вот. И как бы очень определенную роль и вот мой характер все-таки сыграла, наверное, еще и моя бабушка, у которой я очень часто оставалась. Все лето мы проводили вместе. Это Анастасия Георгиевна. Вот. Моя самая-самая любимая женщина на свете. Ну, в основном бабушке, по-моему, закладывает, да, все самое лучшее, что у нас есть. Потому что родители там где-то бывают действительно строги к тебе, а бабушки, они так, они... Купают в любви. Да, обязательно. Родители Ксении, встретившись однажды и полюбив друг друга, планировали прожить долгую счастливую жизнь. Но судьба подготовила им совсем другой сценарий. Отца Ксении не стало, когда малышке было всего два года. Все тяготы жизни легли на плечи Натальи Семеновны, которая поднимала дочь в одиночку. Родители моей героини были инженерами, но маленькая Ксюша то ли от потери отца, то ли от частого общения с бабушкой росла с мыслью, что когда вырастет, будет непременно помогать людям. Ксюша часто играла в больницу, лечила маму, бабушку и всех своих подружек. Так будущий ортодон предопределила будущую профессию еще в детстве. Это был 10 класс. На очередном профилирующем предмете это была стоматология. Наш преподаватель на тот момент Максим Николаевич Клияненко. Уважаю, люблю. Он принес стоматологические всевозможные какие-то медикаменты, принес зубки, даже у нас есть такие медицинские, и начал демонстрировать и показывать вообще. И там, знаете, такой диалог был, что вот эта стоматология, она изучает то-то, то-то, то-то. То есть он начал вести диалог с нами напрямую. Что вы здесь видите? Как вы думаете, что это? И почему это так? То есть появился какой-то сразу интерес. И я аж прямо так зажглась. И вот, наверное, в тот момент я выделила для себя вот эту определенную науку стоматологии. Вот. И медленно-медленно, но верно. Получается, вот тот урок, ну как, в начале нашей передачи тоже говорится об этом, да, как раз, что именно этот день предопредил твое будущее. Да. Дальше ты уже определилась с профессией, определилась, что будешь стоматологом, да, и почему поступила в медицинский институт? Обычно, ну, городские ребята стараются уехать куда-то в центровую сразу. Ну, как бы, прошел этот период сдачи экзаменов, очень волнительный, и сейчас тоже, и тогда. Вот. И, на самом деле, тут предопределила, наверное, роль все-таки моя мама, потому что, так как я у нее одна, я вообще в семье одна, папа у меня очень рано не стало, и, как бы, ну, вот это волнение, мамина любовь все-таки, она решила удержать меня здесь, и поэтому я думаю, что даже хорошо, что я осталась здесь, я очень рада, я поступила в наш медицинский институт. Первый курс стоматолог. Угу. Вот. Поначалу, конечно, все это казалось как-то безумным, ты ходишь просто довольна от того, что ты поступил. Я помню, я такое счастье испытывала. Наверное, это такие мои самые первые радостные моменты, когда ты уже сам просто человек. Угу. Угу. Я могу сказать то, что выпускников нашего вуза очень хвалят и доверяют им многое. Допустим, есть же не только, опять же, стоматологи, есть и хирурги, и им доверяют очень сложные операции, они ассистируют на этих операциях, будучи вот в ординатуре, например, да, или же их оставляют просто как за главным. То есть в ночь, когда там могут поступить совершенно разные, очень сложные случаи, они им помогают. Очень большое доверие нашим выпускникам, поэтому я нисколько не жалею, что я осталась здесь. Угу. Ну, насколько мне известно, даже когда вы уехали в Москву, вы поддерживали связь со своими однокурсниками, вы до тех пор находитесь в такой дружной большой компании, да, где-то я видела у тебя фотографии здесь. Да, мои однокурсники, это вообще моя любовь, это мои братья, это мои сестры. Вот здесь вот мы изображены на втором курсе, это мы на лекциях. Лекции начинались в 8 часов ровно, поэтому у кого-то там сонные глаза. Обычно зависит, вот дружба однокурсников зависит от одного человека, от одного-двух. Кто в центре вселенной? Ну, у нас это глава, это самый главный человек, Владимир Петрович. Вот он, нынче, это челюстно-лицевой хирург нашей республиканской больницы. Очень хороший друг, очень хороший товарищ, он меня как брат. Вот он меня всегда поддерживает. Вообще все мы однокурсники, мы вот так вот, как бы в одной же сфере практически все работаем, поэтому мы очень много поддерживаем. Если нужно совет всегда, и вот на протяжении вот шести лет, то, что я жива не в городе Якутске, они меня очень сильно поддерживают. Потому что были такие моменты, когда уже хотелось броситься, приехать сюда, в себе. Но все-таки друзья сказали, терпи, держи, держись, ты справишься. Вот как раз хотела спросить, был ли у тебя момент такой, да? Бывает даже в самой интересной работе начинается рутина, человек устает, хочет каких-то перемен. И бывает такое, что как раз ближе к финишу ты начинаешь осознавать, а все ли я правильно делаю, может, что-то не то. Ведь я могу и то, и это, и третье, и четвертое. Я же хорошо пишу, могу попробовать себя совершенно в другом. Вот такие, наверное, вопросы тоже у тебя возникали, раз у тебя был такой момент, да? Ну да, возникали. Был такой переломный момент, ну, это один из, когда я закончила ординатуру. Ну, это обязательное образование, которое нужно медикам после того, как они закончили УЗ. Это как продолжение. Я закончила ординатуру, и у меня настал как бы момент такой, что делать дальше? Все-таки поступать дальше в аспиратуру или нет? И вот тут как раз-таки сыграли роль мои однокурсники, моя семья. То, что давай, мы тебя поддерживаем, вперед. И вот как бы, а когда ты уже согласился, когда ты сказал им, да, ты же не можешь вернуться назад и сказать, ой, нет, вы знаете, там у меня там какие-то проблемы. Нет, и ты как бы уже держишь слово и идешь. Самое главное в этот момент не ставить перед собой слишком много целей, определиться и идти в одном направлении. Вот это моя проблема. Я вот очень часто пытаюсь, как бы, и хочется и того, и... Решить несколько задач одновременно. Да, да, да. И поэтому приходится себя так останавливать и уже идти чем-то определенным. Большой город испытывал мою героиню несколько раз, но всякий раз поддержкой становились ее близкие. Это семья и верные друзья. Чтобы оплатить за учебу, курсы и семинары, Ксения много работала, но не все проходит даром. Как сейчас вспоминает моя героиня, годы жизни в Москве дали ей колоссальные знания и хорошую практику. Ортодонтия мне вообще нравится как наука тем, что она и техническая, и медицинская. То есть в ней все. То есть и нету чего-то вот такого накатанного определенного. Каждый случай индивидуальный, каждое лицо индивидуальное. И на самом деле это большой интерес. Я каждый раз, узнавая что-то новое на очередных семинарах, здесь тоже видно, как я учусь всегда чему-то новому, я всегда новое что-то приношу. Все применяете, да? Обязательно, конечно. Вот это вот изображены здесь лицевые маски, которые делают наше лицо еще более гармоничным. Но человек сам же по природе, он не симметричный. Конечно, да. И на самом деле нет определенной нормы. И когда люди говорят, вот я хочу вот так вот, я говорю, а может быть вот это именно вам не подходит. И вам нужно сделать что-то другое, и для вас это будет просто шикарно. То есть тут надо очень идеальный подход. Творческая работа, практически скульптор. Да, практически скульптор. Творец. Вот, то есть перед тем, как мы начинаем лечение, проходит очень тщательная диагностика. То есть я не сразу говорю, что я никогда не обещаю людям того, что вот у вас будет идеальная улыбка, вот все здорово. То есть там вот, я всегда говорю, золотые горы, золотые горы я вам обещать не буду. Я всегда работаю с тем, что есть. И для меня, так же, как и для вас, важен результат. Это очень важно. Ну вот, мои малыши, пациенты, это вот я еще пока в Москве начинала работать. Вот, есть и взрослые. А как вы все успевали? И учиться, и открывать для себя что-то новое, и еще параллельно работать? Было бы желание там, как получится. На самом деле, я, ну, конечно, все-таки, чтобы там ездить, учиться, нужны финансовые какие-то потребления. То есть зарабатывая вот так, я платила и училась дальше. Потому что любое обучение, понятно, что оно всегда платное. То есть, вот такое интересное. Вот вы сказали то, что ваше будущее предупредил учитель, да? Но также можете похвастаться тем, что ваши учителя – это лучшие врачи республики, которые сейчас работают и которые гордятся вами, что сегодня их вчерашняя ученица стоит в одной линейке лучших специалистов. Я очень надеюсь на это, что они меня узнают. Кто-то, может, помнит. Вот, кстати, одна из таких фотографий – это было 1 мая. Знакомые нам лица. Да, знакомые вам лица. Виктор Георгиевич, хочу рассказать про него отдельную историю. Тоже очень сильно повлиял на меня. Это был третий курс – хирургия. И вот он своей такой уверенностью, лёгкостью, он начал рассказывать историю студенчества. Вот как он учился. Как раз-таки он тоже поехал в Москву. Куда, как потом выяснилось, тоже я поехала. Вот. И он начал рассказывать историю. Говорит, вот я выпустился, выпускник вуза, приехал. А мне, говорит, дают крючки – ассистируй. Держи. Он говорит, как так я? Как же я буду ассистировать-то? Мне уже оперировать надо, я всё знаю. И вот такой вот самоуверенностью он в итоге… Он тоже закончил и ординатуру, и аспирантуру, насколько я знаю. То есть, ну, человек с большим желанием, рвением работать и действительно возлагать на себя большую ответственность. Вот такие люди меня вдохновляли, вдохновляют и будут вдохновлять. Я всегда стараюсь учиться у таких людей. Сегодня Ксения Пиксайкина, несмотря на то, что уже является одним из лучших в своей сфере, всегда находится в поиске новых знаний. Никогда не пренебрегает советами своих учителей и наставников, которые на сегодняшний день являются лучшими врачами республики. Её жажда и интерес к знаниям привели к тому, что даже отпуск Ксения проводит с пользой, а именно знакомясь с работой и технологией стоматологов из разных городов и стран. Вы ведь здесь встречаетесь со стоматологами, находите своих, можно сказать, коллег, да? Да. Коллег, своих однокурсников и ежечасно находитесь в процессе обучения. Это да, это я люблю. Вот мне интересно узнать, сейчас вот Корея, да? Страна, у которой передовые технологии. Вы были там, насколько мне известно? Да, я была там. И, ну, что могу сказать, конечно же, у них уровень стоматологии, и, ну, как вообще медицина, он намного-намного выше, и есть к чему стремиться. На самом деле я в плане вот как бы стоматологии практических каких-то навыков я, наверное, всё-таки больше узнавала в других местах, честно, да? Штаты, Соединённые Штаты. Да, да, да. А в Корее я увидела подход именно вот, знаете как, с чего начинается клиника любая, вот, как бы с холла, да, с администрации, как тебя встречают. Как театр свежелки. Да, 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 совершенно верно. И вот там совершенно другой подход, иной. То есть настолько комфортно, это мужчина, как ты даже не в стоматологию пришёл, а пришёл почитать книжку в библиотеку, попить кофе в кафе. То есть вот там настолько такие клиники оснащены, то есть ты даже изначально поможешь не догадаться, что это стоматология. Вот. Поднимаешься на второй этаж, и вот тут уже начинается самое интересное. Если ты маленький ребёнок, то тебя, как бы, приходит медсестра в какой-нибудь такой одёжке очень интересной и уводит в кабинет детский. Ну, а эти кабинеты, они вообще как игральные комнаты какие-то. То есть так спрятаны установки, что даже, наверное, никакой, ну, не всё сразу догадается, что здесь, опять же, стоматология. То есть нет никакого стресса у ребёнка, они приходят с радостью. Это очень здорово. Вот именно такому отношению хочется учиться, и хочется, чтобы у нас в городе здесь были клиники именно такого качества. Чтобы человек не испытывал стресс, а приходил как вот к себе домой, коже, попить чай, попить и... А в других странах, в той же Америке, куда вы часто летаете? Ну, в Америке там всё такое, всё более свободное, всё более лёгкое, и с доктором ты там общаешься, как со своим другом, действительно. Очень демократичное отношение. Да, очень демократичное. И, ну, понятно, что там и клиники тоже оснащены хорошо. Ну, кстати говоря, вот наша клиника в Северо-Восточном федеральном университете, она тоже шикарно оснащена. Да, я вот каждый раз, когда прихожу на работу, я любуюсь и видом из окна. И мне прям безумно нравится, как всё у нас обставлено. Это очень хорошо. Наслышано. И плюс в том, что студенты сами тут же проходят практику, погружаются. Ну, да. Только сразу хочу разуверить о том, почему-то многие думают, что у нас как бы студенты работают, ну, как бы с приходящими людьми. Нет, сразу хочу сказать, что студенты у нас так не практикуют. Но они, вот как и мы, как у меня было, да, когда мы проходили, ну, вот, то есть у нас идёт цикл, допустим, терапевтической стоматологии, мы принимали друг друга или кто-то там приглашал сестру, брата. То есть вот как бы так начинается всё. Опыты на себе. Опыты на себе, да. Всё под чутким руководством преподавателя. То есть нет такого, что там преподаватель, ну, делайте, я пошёл. Они всегда наблюдают, они всегда помогают, всегда задаёшь вопросы. То есть вот так вот постепенно, постепенно. А потом, когда ты уже упускаешься, вот тогда, конечно, ты уже начинаешь сам. Всё сам. Видела очень интересную фотографию, что ты сама поймала акулу. Это правда? Да. Было такое, да. Не верю. Акул я люблю. В общем, одно очередное моё путешествие в Америку. Очень люблю путешествовать по Америке. Очень много друзей живёт там. Я, значит, в порту Майами. Мы с друзьями думали, ну, что бы сделать такого интересного сегодня. То есть не просто там полежать на дружу, да, а нужно что-то такое прям, чтобы аж адреналинчик поиграл. В итоге мы поехали в порт Майами. Договорились с капитаном судна. Можете ли вы нас взять? Мы хотим порыбачить. Ну, как любая якутская девушка, я очень люблю рыбалку. К сожалению, мало для этого времени, но тем не менее. Ну, тут получилось. Давайте посмотрим. Ну, вот, собственно, вот это судно. Тут пока маленькая рыбёшка. Это, на самом деле, рыбка, которая потом окажется, на самом деле. То есть самая рыбка, из-за которой акула как раз таки. А, в смысле, вы на эту рыбку ловили? Да. Это была приманка? Это была приманка. Приманка. Да, да, да. Когда бы ты нацеленно пошла ловить? Конечно. Поехала ловить акулу? Да. Ну, сразу скажу, что на обычную удочку или на обычный спиннинг такую рыбёшку не поймаешь. Где она? Вот она? Да, вот эта акула. Вот так вот она выглядит. Какая она! Невероятная сила! И как такая хрупкая девушка удержала такую большую рыбину. Так вот, да. Я говорю, обычный спиннинг не выдержит, и поэтому лодка была оснащена специальным автоматическим спиннингом. То есть, и как бы непосредственно на неё я удержала эту, этого акулёнка. Это ещё даже не акула целая. Она нереально большая. Она большая. То есть, я её быстро сфотографировала. Говорю, давайте мне быстро я сфотографирую. И капитан сказал то, что... Успела. Да. Одной рукой держать акулу, второй фотографировать. На крючок. Ну, капитан нам, к сожалению, не разрешил, естественно, её поднимать на борт. Несмотря на то, что... Он говорит, нет, она всё-таки крупная достаточно. Мы её... Отпустим. Да. Вот мы её отпустим. Зато эмоции сохранились на всю жизнь. Конечно. Здорово. Какие у тебя есть ещё способности увлечения? Есть одно увлечение. Ну, я на самом деле так... Мои друзья, конечно, близкие знают про это увлечение. Я люблю петь в кругу каких-то своих друзей. В караоке. В караоке, да. И когда какой-то юбилей намечается среди родственников, то там обязательно должна всё-таки... В программе обязательно Ксения Пиксайки, да? Репертуар. Чей репертуар тебя привлекает? Ну, мне нравятся всё-таки такие... Ну, несмотря на его возраст, я люблю таких вспоминительных, как Муслим Магомая. Муслим Магомя Адович. А теперь... Как в старом советском фильме... Танцуют все! Ты никогда не бывал В нашем городе светлом Над вечерней рекой Не мечтал до зари С друзьями ты не бродил По широким проспектам Значит, ты не видал Лучший город земли Песня плывёт В сердце поёт Эти слова О тебе, Москва К нам в Москву приезжай И пройдись по Арбату Окунись на Тверской В шум зелёных аллей Хотя бы раз посмотри Как танцуют девчата На ладонях больших Голубых площадей Ксения удивительно интересная личность Когда её ровесники слушают совершенно другую музыку Она отдаёт предпочтение Песням советских времён Мне важно, когда в музыке есть смысл Когда мелодия трогает душу Делится с нами моя героиня Эта улыбчивая девушка Несёт междействительно что-то светлое Это замечают не только её коллеги Но и пациенты Которые впоследствии становятся ей практически родными Если так подумать Ксения действительно дарит людям возможность радоваться Встречать каждый новый день Широкой красивой улыбки Девушка, которая любит рыбалку Девушка, которая работает в такой профессии Она ей поёт И вообще положительная во всех отношениях Занято ли сердце этой девушке? Да Есть молодец человек Думаете о создании семьи? Ну, конечно, всё в планах Не буду забегать вперёд Всё идёт своим чередом, как нужно Всё-таки Мужчина должен уметь держать слово Это, наверное, самое главное И я думаю, что Ну, на этом и основываются Всё-таки отношения Долгосрочные И взаимные Дружеские Которые ведут за собой В дальнейшем создание Хорошей крепкой семьи А вообще какие качества Ты ценишь в человеке? Ну, если человек Ну, честность Любовь к людям Отзывчивость И умение держать слово Недавно прочитала твоё пожелание Твоим подписчикам Сети Инстаграм Стремитесь к новым вершинам Берите на себя Ответственность И совершенство Да, всё так на тебя похоже Ты желаешь То, что практически То, что у тебя есть И какими инструментами Ты вот пользуешься В ежедневной работе Вообще, каким вершинам Ты сама стремишься сегодня Какие цели Ставишь перед собой Либо тебя всё сейчас устраивает Работа есть Любимый человек есть Увлечения есть К которым ты прибегаешь Ну, я на самом деле Никогда не останавливаюсь На том, чего достигла То есть это всё хорошо Образование, так скажем Получено Ты как бы работаешь Но этого недостаточно Всегда важно расти личностно Важно открывать для себя Всегда что-то новое Потому что Если ты довольствуешься Только тем, что у тебя есть Мне кажется Ты просто теряешь себя Как человека Вот Поэтому каждый раз Даже вот в своих путешествиях Которые связаны с отдыхом Я стараюсь посещать И не только Вот тематические Стоматологические семинары Могу сходить на урок вокала Например, очередной То есть Всегда Во всех сферах Нужно Ну, пытаться Раскрыть себя Я вот всё-таки надеюсь Что когда-нибудь Я дойду до кулинарных курсов Чтобы научиться Превосходно готовить Тоже моя мечта На самом деле Ксения лукавит Где бы она ни была Пробовать национальную кухню И узнавать интересные рецепты Стало доброй традицией Ведь именно через кухню Можно определить характер Того или иного народа Поэтому, чтобы поделиться С эмоциями Впечатлениями Она с путешествия Всегда везёт Специи, приправы, продукты И уже на родине В Якутии Радует своих родных И близких Кулинарными шедеврами Я думаю, что нас смотрят И молодёжь Которая ищет себя Бывают же такие Кризисные моменты После окончания вуза Не знаешь, куда податься Идти работать Либо вообще поменять Свою профессию Где-то после 35 Тоже бывает Поиск себя Задаются очень многие вопросы Вообще, что ты пожелаешь Нашим телезрителям Что нужно сделать Чтобы состояться Ну, всё-таки вернусь к началу Опять же, это семья Мама, папа Это, наверное, самое главное Что очень сильно влияет на тебя И уже взращивает Как взрослого человека На меня очень-очень большое влияние Оказывает семья Ну, и оказывала, и оказывает Я всегда прислушиваюсь То есть нет такого Что я иду там наперекор И тётя, дядя На меня тоже оказывают Достаточное влияние Я их очень уважаю Люблю семью Сестрёнка моя Вот И Так вот Что я хотела сказать То, что они изначально То есть они что-то советуют И не надо идти против Вот родительского Какого-то совета Не надо Ну, это мои На сегодняшний день Такие убеждения То есть родители Не очень сильное влияние На тебя оказывают На твою жизнь в целом Ну, и, конечно же Про себя Про твоё истинное желание Забывать никогда нельзя То есть у тебя Должно быть какое-то желание И вот Всё это вот Сопоставление с родительским Это должно, мне кажется Как-то вот Всё в одну пособе Перенестись И вот тогда это будет Не наперекор кому-то А действительно так Как должно быть Вот Вот ты говоришь Слушать родителей Да А каким подростком ты была? Ну, честно скажу Подростком я была В принципе Наверное, у меня Спокойно даже Прошёл этот возраст То есть Я просто слышала С маму Всегда Вот А вот уже, наверное, постарше Когда я там Уже была студенткой Ну, где-то вот Началось вот это Моё я Ну, я же уже взрослая Вот Но всё равно Ты возвращаешься Всегда к тем Советам И к тем Мудрым мыслям Мамы Которые И бабушки И думаешь Да Вот Наверное, где-то нужно Осознаёшь По прошествии времени Что всё было правильно Конечно Ты боишься ошибиться? Ну, конечно И я такой человек То, что иногда Я могу решение Очень быстро принять А потом думать уже Так вот Правильно я сделаю Или нет Мне кажется Каждая женщина Именно так и поступает Вот Ну, и потом Как бы осознав Все за и против Всё-таки Ну, как получается По жизни Ну, по крайней мере До этого момента Так было Всё-таки Все решения Принятые мной Они были правильными И Всем Молодым людям Которые Ещё не определились С чем-то Или боятся Принять какое-то решение Я бы хотела сказать То, что Не бойтесь Всего того Что происходит Всё, что происходит Оно не просто так Все какие-то решения Которые На сегодняшний день Ты думаешь Вот Я не надо было Так делать Вот Это должно было быть Это судьба Я всё-таки Верю в судьбу И Конечно Мы можем изменить её Но Все решения Принятые тобой Это твои решения И твоя жизнь Замечательные слова И Последнее Какую фотографию Ты бы хотела видеть На следующей странице Своего альбома? На самом деле Следующая фотография Наверное Которая должна появиться Это уже Наверное Моя семья Полноценная Новая страница Да Новая страница И Много И у всех Побольше Счастливых улыбок Спасибо тебе большое За интервью Такая лучезарная Яркая девушка Очень надеюсь Что все твои мечты Притворятся в жизнь Спасибо И продолжать Открывать себе Новые грани Открывать новые страны И применять Все свои знания На практике Деляйся Своими Студентами Ладно Это вам Спасибо за приятную Беседу Очень было приятно Надеюсь Что это Векция Для наших встреч Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому